Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги, окна МФЦ. Один банк – все услуги для бизнеса. Он надежный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнеру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надежный бизнес-партнер. Подробности в офисах банка на сайте банки. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензис ОБРФ номер 254. Продолжаясь программу «Дневной разворот» в Кирове, Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Еще раз добрый день. Мы продолжаем наш разговор о последствиях для области ареста и возбуждения в отношении Никиты Белых уголовного дела. Напомню, что он находится в Лефортово под арестом до 24 августа. Накануне была подана апелляция. И вот сейчас мы хотим сосредоточиться на последствиях для экономики области. Подожди, Володь. Сначала очень хочется вернуться. 1 июня этого года у нас в эфире была программа «Урбан», где как раз о своем участии в городских проектах и поиске внебюджетных средств говорил Никита Юрьевич Белых, ведущий программы. Главный редактор Светлана Занькова у нас в студии. И хочется вспомнить этот эфир. Светлана, что он тогда говорил. Это то, что касается еще городских проектов. Но также в студии у нас Михаил Шевелев, соучредитель журнала «Товар. Деньги. Товар». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, и Андрей Зорин, политолог. Ну, не только политолог, но еще и председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов, председатель экспертного совета журнала «Товар. Деньги. Товар». Надо сказать, кстати, вы нас во многом вдохновили именно на такую тему сегодня. О последствиях хочется говорить. Поговорим мы об этом. Но сначала мы еще вернемся к городским проектам программы «Урбан». Да, мы все сейчас вспоминаем, что кто говорил, кто чего обещал, что кто планировал, с чьими именами и деньгами это было связано. Я выложила сегодня на сайтах kiro.ru в раздел блоги, во-первых, программу «Урбан» от 1 июня, которую мы ведем совместно с Дмитрием Драным, бывшим главой администрации города Кирова, где Никита Юрьевич Белых как раз рассказывал о том, как областное правительство, и он лично участвует в городских проектах. Почему я это сделала? Потому что меня заинтересовало высказывание Владимира Васильевича Быкова, который так откомментировал задержание Никиты Белых. Он сказал, недословно я передаю, он сказал, что город от этого не пострадает, ну, практически совсем. Такое ощущение, что даже и не почувствует ничего. Значит, и, по-моему, он там что-то еще сказал, можно будет уточнить, посмотреть, Володь, найди, пожалуйста, о Быково в новостях, комментарии Владимира Васильевича. Он сказал о том, что какие-то деньги на городские проекты Никита Юрьевич собирал, но в фонд городской они не поступали. Меня это заинтересовало, потому что мы как раз посвятили программу 1 числа именно тому, что делает область и что говорит Белых об этом. И он, конечно, 35-34 минуты очень быстро в режиме БЛИЦ рассказывал. Он рассказывал о том, что, вы все помните, что самый грандиозный, наверное, проект этого года, если мы не считаем дороги, поскольку там все-таки Владимир Владимирович Путин, главный участник и распорядитель, кто направил потоки денег и прочее. Это фасады. Нам обещали 23 исторических фасада отреставрировать в этом году. И под эти 23 исторических фасада Никита Юрьевич лично собирал деньги. Я цитирую. Мы провели встречу с предпринимателями кировскими, но, видимо, этого оказалось мало. Мне рассказывали, как проходят эти встречи. Довольно уныло. То есть не всегда празднично. И далее. Специально объехал бизнесменов и не из нашего региона и просил их поучаствовать в программе переведения в порядок города. Тех денег, которые мы собрали или под которые подписались, хватит на 24-25 фасадов. Собрали или под которые подписались. Явно они еще не все пришли на эти фасады. И теперь непонятно, они придут, эти фасады. Как под них подписывались, мы можем только представлять себя. Но, тем не менее, когда Владимир Васильевич Быков, глава города, говорил о том, что будут отреставрированы фасады, он говорил, что мы отреставрируем фасады и деньги будут внебюджетные. Не волнуйтесь, горожане. Давай я процитирую Быкова. Ну, вот у меня сейчас нет Быкова. Да я могу процитировать. А мы нашли уже. Да, я знаю, цитирую Быкова. Я знаю, что губернатор собирал бизнесменов, говоря, что есть несколько инвестиционных проектов. Речи, в частности, шла о восстановлении Спасского собора, реставрации исторической части города, фасадов и установке новых памятников. Однако никаких денежных средств в администрацию города не поступало. По мнению Быкова, задержание губернатора какого-то значительного урона городу это не принесет. Здесь я делаю вывод. Раз деньги не пришли, Быков не знает, где они, то 23 неотреставрированных фасады в этом году – это не урон городу. У меня как-то это не вяжется. Ну, я, естественно, здесь… Мы хотим спросить Владимира Васильевича о том, что теперь будет с инициативами, которые лично патронировал губернатор нашей области. Потому что мы помним, что все говорили, и Владимир Васильевич тоже, что и набережная – это инициатива, и прямое участие белых, и парки – это инициатива, и прямое участие белых, и вот исторические фасады, пожалуйста, и фонтаны. И это все были небюджетные средства. Ну, большая часть фонтана – это точно. И ближайшие два фонтана в Нововятском районе и у Кукольного театра, которые должны были тоже зафонтанировать в этом году, они тоже на внебюджетные средства. У меня только один большой вопрос. Что теперь будет с этими проектами? И если они не будут реализованы, то действительно ли это не урон нашему городу? Михаил Шевелев. Да, и можно ли я попытаюсь начать говорить про это? Потому что, ну, более экономический вопрос, хотя правильно, наверное, Андрею Сергеевичу было бы говорить, потому что это вопрос прежде всего облика города, это вопрос вятка Киров, это вопрос, ну, среды и пространства, в которой мы живем. Я поговорю и скажу только с позиции моего любимого проекта поддержки местных инициатив, который, опять же, зародился при помощи Николая Юрьевича Белых, вопрос очень простой. У нас в Кировской области созданы очень, ну, я бы сказал, крутые по юридическим меркам технологии пожертвования муниципального образования. То есть, и на самом деле, вот такие разговоры, разъяснения со стороны муниципальных чиновников, предпринимателям, такой диалог, который выстраивался, ну, я, честно говоря, не делаю разделения между чиновниками, там, областного уровня и местного поселения, потому что проблема, она одна, одна простая, к сожалению, человек не будет причину называть, да, но она, называться денег нет. И, соответственно, вот это вот разъяснение, вот этот характер диалога, там, не почему денег нет, никуда идут налоги, а вот характер диалога, что нужно жить дальше, нужно благоустраивать свою среду, он практически одинаковый, что на уровне муниципальном, что на уровне, там, ну, может быть, там, области, то, что там Никита Юрьевич сейчас говорит, как бы, да. Вот, но технологии, сами технологии пожертвований со стороны предпринимателей, они, ну, достаточно сформированы, работоспособны, и в рамках вот тех, можно было создать проект. Вот я на сегодняшний день знаю, что есть разговоры, но я не знаю проекта по фасадам. То есть я не знаю такого, ну, скажем, проекта, это означает, что есть цель фасады, то есть есть ресурсы, которые будут вот в каких-то там долях, пропорциях там собираться, да. Но, по крайней мере, проект реставрации есть, он был архитектурой, это и сделала. Да, это точно. Вот вопрос только как раз подхода к этому проекту, потому что, например, если в проекте поддержки местных инициатив брать, то там четыре стороны связаны. То есть там есть инициативные группы, там есть руководители, там чиновников участвуют, да, там есть предприниматели, ну, и там есть конкурсная комиссия в виде правительства Кировской области, которая участвует, нужно там, ну, оценивать каким-то образом. То есть с вашей точки зрения ремонт фасадов, это то, что было сделано, это не проект? Это как раз вот, может, он был, то есть может, есть как-то проектно-смертная документация, может, ну, я, честно говоря, вот с точки зрения прозрачности не вижу вот этого всего механизма, который бы складывался. А я Мишу здесь поддержу. Хотела как раз отметить вот эту строчку «внебюджетные средства». Каждый раз спрашивала, вот Никита Юрьевич специально тогда спросил, что за внебюджетные средства, и он тут признался, что ходит с протянутой рукой, и где-то кто написал, и процитировал на общественной палате, и ползу на коленках, чтобы добыть средства у знакомых бизнесменов. Это он на общественной палате говорил. Подождите секунду. Но надо сказать вот следующее, понимаете. Миша, в чем прав? В том, что непонятно и непрозрачно. Потому что, когда здесь нам презентуют проект строительства муниципальных платных парковок, то там написано, что большая часть средств – это внебюджетные средства на их строительство. Там не написано, что инвестор такой-то, инвестор такой-то. Вот если вы посмотрите, у нас до сих пор лежит презентация, которую город приносил. Там приведены в пример регионы ПФО другие. И там прям четко написано «инвестиции Ростелеком», например, или тра-ля-ля. У нас всегда строчка «небюджетные средства». А кто эти небюджетные средства приносит, и что он за это получает? Ведь же понятно, что это инвестиция какая-то. Конечно. Или тогда уже должно быть написано «благотворительность». А может быть прописано? Не знаю. Понимаете, если это бюджетное средство, то тоже ведь есть процедура. Например, ОАО дает какие-то деньги. Эти деньги должны согласовываться. Просто руководитель взять и распорядиться ими не может. Потому что это деньги акционеров. И существует определенная процедура. И у нас очень многие сквязываются, сталкиваются как раз с тем, что у нас обязательно процедура дать гарантийное письмо. И, соответственно, понятно, кто в какой степени выступит спонсором в том или ином проекте местных инициатив. Вот здесь, я честно говоря, отсутствие такой процедуры, оно, на мой взгляд, подвело все стороны процесса. Вот я отмечу, Свет, насчет благотворительности, что ты говоришь. Действительно, что касается фасадов или каких-нибудь памятников и так далее, там, скорее всего, памятник не инвестится. Ну, сложно назвать. Ну, разве что, если там выбито твое имя или там что-то такое. Вот. Но там, что касается вот инвестопроектов, у меня больше всего вот это, я по городским, я по областным вообще ничего не понимаю. Я для этого приглашаю вот экспертов, которые тут сидят. Да. Но там ничего не написано. Однако город спокойно, со спокойной душой это презентует. Да. И вот как-то, и все довольны. Но я просто про ту ситуацию, которую мы сейчас не будем обсуждать. Но когда там что-то выделяют и смеются над тем, что губернатор говорил, что я взял деньги на нужды города Кирова, а мэр города Кирова говорит, ой, я в первый раз слышу, что какие-то деньги в город Киров приходят. Ну, это как-то странно звучит, друзья. Правда? Непрохиво. Нам сделать небольшую паузу. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке Коммерческого банка «Хлынов». Продолжается, продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин, Светлана Занько, главный редактор нашей радиостанции. В студии у нас также Михаил Шевелев, соучредитель журнала «Товар. Деньги. Товары» и Андрей Зорин, политолог. Об экономических последствиях ареста Никиты Белых для экономических последствий для области мы хотим сегодня поговорить. И говорим уже, естественно, ну, ни для кого ведь не секрет, что губернатор активно встречался со всевозможными инвесторами, и всевозможных форумах участвовал, и под его личные, так сказать, под его личные гарантии зачастую, да, эти деньги выделялись. Вот вы, эксперты журнала «Товар. Деньги. Товар» обсуждали, да, накануне эту тему, и у вас там разногласия такие получились. Кто-то считает, что особых последствий для экономики не будет, кто-то считает, что все очень серьезно изменится. Андрей Зорин. И от этого двигаются, помимо всех остальных, там, экономических, геополитических, социальных, политические риски всегда оцениваются. В данном случае Кировская область попала в зону максимального политического риска, и мы себе это отдаем отчет. Я думаю, что вы можете переговорить, связаться с теми людьми, которые реализуют в Кировской области инвестиционные проекты, и спросить у них напрямую. На 99,9% уверен, что они приостановили все свои действия. То есть, потому что, еще раз, политический риск, он сейчас, вот он, налицо. Почему для экспертного совета не было важным, а что происходило в московском ресторане? То есть, потому что, повторю эти слова, после произошедшего, это уже дело дальше адвокатов, юристов там и так далее, что там происходило, как, каким образом, какие процедуры соблюдались, не соблюдались. То есть, после произошедшего, обратно губернаторами не становится, понятно, да, то есть ситуация. То есть, дальше идут совсем другие действия, и поэтому рассматривать Кировскую область... Андрей Васильевич, можно уточнить? Вот вы сказали, что на 99,9% вы уверены, что инвестиционные проекты в связи с этими политическими рисками сейчас приостановились. До какого момента? А пока не будет политический риск, не будет снижен. Ну что это, объясните нам? Новый глава региона, новый глава региона с понятным бэкграундом, как употребляется такое слово, условно говоря, член Единой России, там член полицовета и дальше по списку. Ну, примерно так же, как у нас происходило при назначении Никиты Юрьевича, да, то есть человек Медведева, да, то есть и дальше произошли все те действия, которые были вполне члены. То есть, это должен быть человек Путина? Я не могу сказать, чьим человек Путина. Сейчас мы забыли, что я предвидел, вы уже сказали, там понятно, но это минимальный тогда политический риск, правильно? А он в любом случае будет человек Путина, потому что исполняющего обязанности... Чем Единой России тоже снижает политический риск, вы считаете, да? Желательно большие параметры, да. Я с одной вещью дополню, Андрей Сергеевич, буквально. Существует у нас два класса инвесторов. То есть, первый, это крупные, да, и, к сожалению, у нас сегодня, такая, скажем, такая система выстроена, да, то есть взаимодействие политических, экономических элит, там, субъектов, которая предполагает личные гарантии личного участия первого лица региона. Везде. Везде, то есть абсолютно везде. И это вопрос как раз к той системе, которая у нас выстроена, вертикаль власть и то, как у нас, ну, так скажем, такая вертикальная интегрированная рыбничная экономика. Вот. И, соответственно, есть второй класс инвесторов. Инвесторов небольших, инвесторов, которые, ну, мало-средний бизнес, которые опираются на свою силу. Для них, конечно, вопрос договоренностей с первым лицом не стоит. То есть, они инвестируют по немножко другим причинам, там, в близости к рынку, доступности ресурсов, ну, таким, скажем, таким общоэкономическим вещам. И, к сожалению, в Кировской области вот второй сегмент, он, ну, мал. То есть, по ним не отчитаться. То есть, по ним показать какую-то динамику, отчет, ну, крайне тяжело. Поэтому все те заслуги, которые существуют у нас в инвестиционной привлекательности, скажем так, они как раз вот такой макроуровень носят. И именно поэтому, скажем, вот эти макропроекты, они будут ожидать новых договоренностей, новых, скажем, таких карт-бланшей и некие условия взаимодействия. К сожалению, у нас по-прежнему большинство проектов ориентированы на внутренний рынок, не на внешний. И, соответственно, ну, они требуют неких таких понимания того, что мы здесь вот произведем за столько, вот здесь вот такая себестоимость, а продавать мы будем вот на таком рынке. Если бы мы были больше встроены в глобальную экономику, то мы бы думали немножко о других вещах. И те инвесторы, они бы, ну, скорее реализовывали свои проекты по праву, ну, то есть под защитой закона, нежели под покровительством какого-либо лица. Вот, к сожалению, это вопрос к системе. И поэтому все эксперты исходятся во мнении о том, что будет приостановка, будет как бы некое замораживание. Но я бы сказал, что это, скорее всего, примитивно к нашей области, будет касаться вопросов развития. То есть вопросы статус-кво, то есть электроэнергии будут продаваться, там, химудобрения будут расходиться по всему миру. Там, я не знаю, ритейл будет здесь жив. Я правильно понимаю, исходя из того, что вы сейчас говорите, какую оценку системе нашей российской даете, идеальный вариант, чтобы сюда приехал человек, который на высшем уровне может договориться еще круче, чем предыдущий губернатор. К сожалению, это будет, скорее всего, восприниматься и стремиться будут к этому. А если не будет этот человек таким? Я бы предпочел другой вариант. Я бы предпочел, чтобы инвестиции в размере ближайших 5-7 лет были направлены на то, чтобы у нас система была другая, чтобы у нас местные социальные, экономические лифты, они стали выстраиваться потихоньку, постепенно. Развивался средний класс в регионе. Чтобы вот эти вот люди... Какие эти? Люди, которые берут на себя ответственность предпринимателей, берут ответственность на себя... Средний класс, правильно я понимаю? Да, средний класс. Бизнес средний. Да, да. То есть чтобы он почувствовал себя здесь более-менее уверенно. И тогда мы чувствовать будем себя стабильней при любом раскладе. Тогда мы будем чувствовать себя более уверенно. Мы заранее еще, надо пояснить, договорились о звонке с председателем Комитета по экономическому развитию, промышленности, торговли и предпринимательству в Закцсобрании Кировской области. Это Валерий Турул и Валерий Николаевич сейчас у нас на связи. Добрый день. Добрый день. Валерий Николаевич, на Ваш взгляд, последствия того, что произошло с губернатором, как скажется на экономике, на инвест-климате? Ну, на инвест-климате, наверное, в какой-то степени скажется. Хотя, в общем-то, проекты уже определенные запущены. И мне даже думается, что ряд проектов еще и сможет реализовываться, которые в какой-то степени не совпадали с мнением из позиции правительства и находятся в горячем режиме готовности к внедрению. Поэтому здесь я бы сказал, что ситуация неоднозначна и может быть достаточно успешной. А какие-то проекты, Валерий Николаевич, какие-то проекты, которые сейчас на горячем старте находятся? Ну, один из проектов, скажем, это внедрение технологического оборудования, обеспечивающего получение лицензий на использование отходов животноводческих комплексов. Мы по ходатайству губернатора получили отсрочку на обязательное лицензирование сельхозпредприятий. Но эта тема на сегодняшний день стоит достаточно остро. И понятно, что в следующем году все равно мы вынуждены будем входить в этот режим. Поэтому здесь есть некие вещи. А что касается других вещей, вот там я слышал Касин, да, Олег? Здравствуйте. Нет, нет, у нас в студии Михаил Шевелев и Андрей Зоря. Да, Михаил, я его немножко перепутал, потому что я не слушал эфир, я только зашел к себе в кабинет. Но он правильно рассуждает о том, что в данном отношении во многом еще, я ожидаю в крайнем случае, смягчится ситуация по отношению к малому бизнесу. Потому что то заявление форума о том, что у нас замечательно все и хорошо. Наверное, не объективность сегодняшнего дня. Более того, та дорожная карта по развитию предпринимательства, которая была принята назад в собрании, проигнорирована правительством. Она на сегодняшний день прошла экспертизу в Минэкономразвитии России. И выданы позитивные рекомендации для совершенствования этой дорожной карты. Не с точки зрения, как у нас правительство считаем нецелесообразным, у нас уже все делается хорошо. А именно сделали замечания и предложения по блоку включения мероприятий со стороны правительства. Я думаю, что этот вопрос тоже мы сможем реализовывать более активно. Вот такой парадокс получается. Но третье, я должен сказать, что сама ситуация, на мой взгляд, она кем-то разыгрывается и специально провоцируется дестабилизация именно в нашем регионе. Насколько я знаю Никиту Юрьевича и его систему отношений, ну, та, которая сегодня ситуация случилась, мне кажется, она просто спровоцирована со сценарированным. — Спасибо. Валерий Туруло, представитель комитета по экономическому развитию промышленности, торговли и предпринимательству, Закцсобрания нашего региона. — Вот я еще хотела только обратить внимание, сейчас я знаю, что мы уходим, времени очень мало, но я слушала ваш первый час, и вот наши гости сегодня не слушали. Оля Шебека, одна из благотворительной организации «Родители детей инвалидов. Дорога и добра», давала комментарии с «Прими», где она сейчас находится, на Совете округа. Это совет при полномочном представителе президента России в ПФО, и сегодня в Перми обсуждаются вопросы господдержки социально ориентированных НКО. Она вот немножко в состоянии шока нам звонила, потому что она стояла у стенда «Дорога и добра» от Кировской области, и она говорит, что вот идет большая делегация людей. — В том числе губернаторов. — Губернаторов, которые вот обычно подходят ко всем стендам, вот это наш стенд, вот это ваш стенд, какие вы молодцы, там, окажется, у вас достижение. Они просто все прошли мимо, не обратив даже доли внимания на стенд Кировской области. Но инвалиды-то тут при чем? Инвалиды-то тут при чем, Андрей, Миша? — Мы эту историю аналогично будем сейчас видеть достаточно долго. — И это грустно. — Ну, это грустно, да, это печально. То есть от Кировской области, на самом деле, буду сейчас немножко дистанцироваться. — На всех уровнях? — На всех. То есть аккуратненько интересоваться, а что там у вас, да, то есть интересоваться какими-то деталями, подробностями. То есть это та же история, которая произошла с Сахалином, Коми. Понимаете, мы попадаем в эту же сеть, ну, то есть в этот же ряд, еще раз, вне зависимости, что произошло на самом деле. То есть вот есть уже показательные элементы. После этого вы можете аккуратно посмотреть, что происходило после этого в Коми, в Сахалине, какие были действия, предпринимались, как менялась власть, как менялся экономический профиль, кадровый даже профиль, там вплоть до пришедшей новые люди, нет кадровых резервов и буквально людей, ну, то есть и экономические все договоренности. Как и что происходит? — Нет, чтобы они всей этой толпой подошли и сказали Шебеке, как у вас дела, чем вам помочь? Понимаете? — Ну что вы это, это что-то из области фантазии. Это уже имиджевые моменты, не забывайте, да, это Кировская область звучала в совсем другом ракурсе. — Завершаем на этом программу «Дневной разворот». Наши гости Михаил Шевелёв, Андрей Зорин, наш главный редактор Светлана Зайникова. — Впереди у нас викторина «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор викторины — Завод Вятич. — История создания. — Начинается викторина «История создания». Владимир Сметанин с исторической загадкой. — Да, как обычно, мы во вторник наш эфир завершаем на позитивной ноте. Вот такую позитивную ноту вам сегодня предлагаю. Сертификат на 1 тысячу рублей от компании «Вятич» будет разыгран в сегодняшней викторине. Звоните. Когда прозвучит вопрос 211 101, в случае правильного ответа вам достанется сертификат на 1 тысячу рублей от компании «Вятич». Ничего не могу с собой поделать. Продолжаю с большим удовольствием читать книжку Николая Михайловича Васнецова под названием «Материалы для объяснительного областного словаря Вятского в Говора». Вспоминаю тот самый Вятский Говор. Нахожу что-то очень много знакомого, что-то очень незнакомого. И вот как раз-таки то, что незнакомое, на это делаю акцент в плане загадки. Да, книжка, напомню, это вышло почти 110 лет назад, в 1907 году. Давайте еще раз вспомним эти удивительные, замысловатые слова. Я уже, знаешь, ловлю себя на мысли, боже мой, как же у наших предков, ветчан, было много в обиходе всевозможных ругательных слов. Слов, с помощью которых, вернее, можно высказать претензию, пожурить человека. Ну, я, безусловно, не только эти слова включаю в список тех, которые буду озвучивать. Ну, ладно, давайте дальше пройдемся. Вот как раз очередное такое слово по поводу бронить. Мушкарить значит бронить. Мындра, чепуха или дрянь, далее слово, обозначающее хлеб небольших размеров, мяконькой, вот так говорили наши предки. Мямля, ну, это, понятно, человек в нашем обиходе, да, мы понимаем, человек плохо читающий, говорящий или, что интересно, медлительный. Ну, что ведешь себя, как мямля. Далее слово набарабать. Набрать что-либо в большом количестве. К примеру, набарабал грибов или набарабал ягод. Свет, как думаешь, что означает слово навон тараты? Навон тараты. Это одно слово? Да. Нет, не одно слово, через дефис. На, дефис, вон, дефис, тараты. У меня даже предположение есть. Шиворот на выворот, как мы сейчас говорим. Далее вот два слова с разным ударением наголо и наголо. Так вот, наголо, это значит до чисто, до остатка. Например, наголо побило градом огород. А вот наголо, вот совершенно, я бы ни за что не подумал, что именно это значение. Наголо значит принимать пищу, то есть есть без хлеба. Хлеб не вкушать при этом. Надысь. Ну, тут более-менее понятно. Недавно, к примеру, в прошлый раз. Надысь я... Я, кстати, слышала, да, употребляют это слово. Надысь. Надысь я боял тебя, то есть я говорил тебе надысь. Наздор, то бишь напротив, вопреки, наоборот. К примеру, все-то ты мне говоришь, наздор. Назмить. Удобрять почву навозом. Тоже любопытно. Наклюкаться. Напиться. Мало того, что напиться. Сильно напиться. Я хотела по-другому сказать. Угадала, да. На предки. Это именно так, на предки. У Васнецова поставлено ударение. На предки ты туда больше не ходи, то есть впредь. Насмока. Очень созвучно с тем словом, которое мы используем сейчас. Насмока. Насморк. Насморк. Насопеться. Переесть. Терещуру много. А, вот тоже интересно. Натопырь. Натопырь. То бишь... Это глагол? Нет, это существительное. Повелительного наклонения. Нет. Натопырь. Нет. Растопырь. Натопырь. Нет. Натопырь этого тоже не ожидал. Это летучая мышь. Натопырь. Натутуршица. Натутуршица. Это не натурщица. Натутуршица. Это глагол. Значит, нахмуриться. Или же второе значение. Сгорбиться или согнуться. На что? Вот именно так ударение. На что? Зачем? Зачем? Вопрос. Нашваривать. Это пчел касается. К пчелам, то есть, относится. Жалить. Пчела... Пчелы нашварили. Значит, нажалили. Не ли? Неужели? Да ты что? Удивление. Не имется. Понятно, да, ведь, о чем речь? Не имется. Не терпится. Не терпится. Не терпится. Старайтесь, как не терпится. Навожил. Тут тоже, думаю, многим знакомы. Новый человек какой-либо... Новый человек в какой-либо местности. Ну, просто вот приехал, поселился. Далее. Не спознать. Значит, не предвидеть. Или не предугадать. Не спустиха. Человек, который не идет на уступки. Не шевель. Это глагол повелительного наклонения. Вот сейчас у нас был Михаил Шевелев. Шевелев. А тут не шевель. Значит, не трогай. Не трогай. Не тронь. Давайте вопрос озвучу. Давай. 211-1. Сертификат на 2000 рублей. Напомню, вы можете выиграть. Вот совершенно тоже не догадывался о значении этого слова. Кажется, слово-то такое понятное. Но вот то, что оно значит, меня очень удивило. Давайте разбираться. Слово это звучит как навизна. Навизна? Навизна. Итак, вопрос. Что наши предки, ветчане, подразумевали под словом навизна, когда его произносили и использовали в своей речи? Там совпадает корень со значением современного. Ну, понятно, что это что-то новое. Да, что-то еще. Так. Да, действительно, это что-то новое. Вот так подскажу. Но это не просто что-то новое. Навизна. Это не просто что-то новое. Это не явление. Не явление. Да. В общем, речь идет о конкретных вещах. Вот так скажем. 211. Навизна. Наш номер телефона. Далее продолжаю зачитывать этот объяснительный словарь ревятского говора Николая Михайловича Васнецова, старший брат, кстати, братьев художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Так приходится подстраиваться как-то в свой рот, потому что очень непривычно произносить. Ношобной. Ношобной. Прилагательной, да? Да. Обычная повседневная одежда. Ну, ношеная, возможно, поношенная, как-то накиданные слова. Ношобная одежда. Нех-нех. Обращение к собаке. Вот сейчас обычно свистят или как-то иначе, да? А тут нех-нех. Собаке, интересно, выучили, понимали, что их к ним так обращаются. Обалбесить. Обалбесить. Я думаю, многие догадаются, о чем идет речь. Стукнуть хорошенько. Обмануть. Обмануть. Обвести вокруг пальца. Есть у нас, да? Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Аня. Аня. Итак, слово «навизна». Что же это такое? Я думаю, что это какая-то новость. Навизна. Поступила тут «навизна», «весть», «новость». То есть «новость», «информация», да, вы имеете в виду? Да, да. Нет, сожаления. Аня, это не так. Эх, печали. Это не так. Это не так. Весь 11-101, три минуты у нас остается. Давайте еще подскажу. Вот с этим словом, с «навизной» связано следующее поверье. Как бы это глагол-то подобрать? В общем, это нельзя делать до наступления или и на дня. Ильин день. Ну, напомню, что сейчас это 2 августа, по старому стилю 20 июля, если не ошибаюсь. Хорошо подсказываю. Да. Еще звонок, алло. Да. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Что-то не получается у нас. Сорвался звонок. 211-101 остается. Две минуты. «Навизна». Вот такое слово. Нельзя до... Вот я пропускаю сейчас глаголы, потому что... Это уже предельно просто. Да. Нельзя до или и на дня. Слушатель у нас... Я еще, кстати, подумал, как это до 2 августа нельзя, а потом вспомнил. Боже мой, по старому стилю это был. По старому стилю любого. По старому, да, да, да. Слушатель, выводим в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Добрый день, как вас зовут? Александр. Да, Александр, ваш вариант. До этого дня нельзя было есть горох. Горох нельзя было есть. А что же тогда «Навизна»? Все-таки вопрос-то в другом заключается. Что такое «Навизна»? Новая каша гороховая. Новая каша. Вот я не могу вас отпустить просто так. Хотя вы не полностью, даже далеко не полностью. Но вот давайте вместе разбираться. Вы правильно на сфере сельского хозяйства сейчас остановились. Огородничества. Вот правильно. Новый урожай гороха может. Да забудьте вы про горох. Про горох, что вы. Забудьте вы про горох. Да. Давайте про весь урожай говорить. Вот что еще в огороде растет? Ну, все, картофель, лук, морковь. Да. Все. Вот. И, соответственно, «Навизна» это что? Новый урожай. Вот. Наконец-то совместными усилиями мы определились. Да, действительно, вас. Это и овощи, и хлеб нового урожая, которые впервые употребляются в пищу в данном сезоне. И вот считалось, что до Ильина дня, до 20 июля по старому стилю, ни в коем случае молодые овощи есть нельзя. Кроме лука, между прочим. Вот лук можно, а все остальное нельзя. Грешно. Ну что, разобрались мы с вами, да? Вроде бы все в порядке. Да. Да. Поздравляем вас. Сертификат на одну тысячу рублей. На одну тысячу рублей от компании «Ветич» вам достается. Все. Поздравляем. Поздравляем. Заканчивается викторием. Ну, напоследок новость еще от компании «Ветич». Все-таки хочу сообщить. Вы помните, что месяц назад самолет компании «Победа» получил имя «Вятский квас». Помните? Конечно. А вот сейчас этот самолет успешно летает по всей России. И вслед за этим «Вятский квас» появился в продаже во всех вендинговых автоматах аэропортах Москвы. Аэропортов Москвы. То есть в каждом аэропорте Москвы можно купить «Вятский квас». На этом все. Викторина завершается. В следующий раз очередная загадка прозвучит уже послезавтра, в четверг. Владимир Сметанин, Светлана Узелья. Всего вам самого доброго. До свидания. История создания. Продолжение следует.